Такие меры, по словам служителей закона, может и не самые жесткие, но зато самые эффективные. По-другому застройщики-нарушители просто не понимают. Все, исходя из того, насколько у нас добросовестные должники бывают, и не нужны никакие меры, не требуются. Как только узнают о возбуждении исполнительного производства, сразу же складывают лопаты, убирают все инструменты и заканчивают работу. Если же нет, бороться только путем понуждения. Есть у нас такие меры, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации. В данном случае должник уже ограничен. Для злостных нарушителей закона даже решение суда не указ. Рабочих со стройплощадок в прямом смысле приходится выпроваживать. Даже после наложения ареста на самострой, например, здесь, на улице Полтавская, застройщик пытался продолжить работу. Значит, еще раз вам говорю всем, которые здесь присутствуют, данная стройка незаконная. Подобный рейд здесь, в микрорайоне Мамайка, представители городской администрации проводили только неделю назад. Пытались поговорить с бригадирами и объясняли людям, что стройки незаконны и работы запрещены. Но уговоры не помогли. Ежедневный мониторинг показал, незаконные строки продолжали, как говорится, жить своей жизнью. Пришлось выставить посты, но даже после этого кое-кто из рабочих продолжал аккуратно выходить в смену. По всей вероятности, застройщики до конца не осознают, что их действия преследуются законом, а может быть уверены, что объекты удастся узаконить через суд. Основная масса, конечно, застройщиков – адекватные люди, нормальные, которые получают разрешение и строят. Но есть как бы в бочке меда ложечка дегтя. И вот этой ложечкой дегтя являются вот эти вот самовольные застройщики. Приходится искать и через суд. Под охрану взяты пять самостроев из 12, которые были выявлены в постолимпийский период. По словам представителей администрации города, жесткие меры применили к пятерке неуправляемых нарушителей. Остальные застройщики оказались более послушными и по решению суда самостоятельно прекратили стройку. А рейды по выявлению самовольных строений будут продолжаться в ежедневном режиме.